Так, демонстрация. Все вернулись? Добрый вечер. Так, у Вилты вижу включен микрофон. Николая не вижу. Обычно Николай включает себе видео. Поэтому не знаю, здесь, не здесь. Отлично. Татьяна есть. Юлия тоже есть. Замечательно. Давайте тогда. Постепенно будем продолжать. Так, здесь мы с вами генерировали... Так, у меня что-то странное включилось. Мне это не очень нравится. Канва. Так. Мне не надо продолжительность. Все. Супер. Так, генератор отзывов на товары. Ну, мы уже, да, посмотрели. В общем-то, отзывы на товары у нас генерируют нормально. Как и описание товара, так, в общем-то, и отзывы для товара у нас тоже генерируют. Ну, и здесь какие-то примеры, в общем-то, внес, да, для того, чтобы можно было посмотреть и так далее. Опять же, генерировать описание по свойствам, да, можно, либо по фотографии, но и при этом поддерживается как русский, так и английский язык. Так, немножечко меня здесь отвлекает. Я извиняюсь. Хорошо, давайте тогда дальше. Генератор новостей. Давайте, чтобы не прыгать туда-сюда, посмотрим, генерируют ли у нас новости. Новость. Есть. Заголовок текста. Ну что, есть у кого-нибудь статья для желтой прессы, что-нибудь эдакая? Может быть, кстати, сегодняшнюю тему немножко разовьем касательно искусственный интеллект захватывает человечество, что-нибудь такое. Сценарий, так сказать. Ну, кстати, мне нравится. Смотрите, а в Телеграме этой вкладки нету генератора новостей? Давайте я сейчас посмотрю. Может, там просто что-то не вижу. Так, турботекст. Нет, смотрите, там, если открыть справа, справа есть, ну, такой квадрат с четырьмя точками, рядом со смайликами, с записью голоса, да, дополнительные кнопки. Там есть кнопочка СМИ. Есть кнопочка СМИ, и, в общем-то, здесь сейчас. Неразвитие тексты. А, они перенесли, что ли? Кликбейт статьи. А если я посмотрю сейчас. Нет, это должно быть. Создать заголовок, антиплагиат. Да, здесь, кстати, антиплагиат есть. Так, создать текст, дописать текст. Вот, странно, раньше всегда здесь было. Может, они, конечно, что-то вынесли. Очень интересно. Тренды есть что-нибудь? Нет, в трендах это не то. Рейт текста не то. Кликбейт статьи не то. Вы генератор заголовков ищете? Нет, нет, написание, создание новости. А в копирайтинге? Создать текст, антиплагиат, рерать тексты, всезнайка, сэоанализ, дописать текст. Интересно, хорошо. Ну вот, режим копирайтера. Инструмент для журналистов, редакторов и блогеров. Но при этом в режиме копирайтера они убрали, написали, ну, генератор новости. Окей, хорошо. Либо же они включили это в платную версию, но я очень сомневаюсь. Дописать текст тоже не то. Ладно, видимо, все-таки в Телеграме этой возможности нет. Очень интересно, очень интересно. Хорошо, а если товара какие-нибудь нет, ничего? На сайте есть. Мы же в турботексте, правильно, ищем? Ага, да, да, на сайте оно есть. На сайте есть, да. И это я говорю, что это просто довольно-таки интересно. Ну, мне кажется, если мы работаем с текстами, на сайте больше, здесь понятнее вкладок больше, и как-то понятнее все. Мне кажется, здесь вообще весь набор есть. И лучше, наверное, с этим работать все-таки на сайте, а не в Телеграм-канале. Ну, смотрите, я сейчас вам просто покажу. Перейти в Телеграм-бот. Здесь есть, да, большая часть, но вот картинки и что-то еще вроде было. Раль, все знают. А, нет, кстати, да, только картинки в Телеграм-боте. Но в Телеграме тоже, насколько я вижу, больше всяких разных возможностей, чем на сайте. И при этом чего-то нет. Ну, ладно, хорошо, давайте заголовок, текст. А чем должен быть текст? Нейросети. Давайте так. Так, создали квантовый компьютер. И грозят... Нет, давайте компьютер. Человечество. На грани гибели. Ну, совсем пессимистично. Да? Так, ну, так мы же такой сценарий рассматриваем, что там, ну, восстание машин и так далее. Что-нибудь такое. Ну, и тем более мы, я же сказал, из разряда желтой прессы. Мы с вами желтая пресса. Те развились до, не знаю, давайте, до вселенских масштабов. Тогда уже можно написать, что нейросети добрались до Марса. Фактически то же самое будет. Нет, я условно шучу. Фактически то же самое будет. Здесь еще восклицательный знак. Так, здесь от 30 до 200 слов. Что там можно сделать? Искусственная сингулярность была создана на базе лаборатории. Не знаю, там, получив власть, получив неслыханную. Машины объявили о восстании. Так, ну что, 19 слов, блин, еще надо 11 слов. Прогнозы довольно пессимистичные. Что же будет с человечеством и всей циви в целом? Так, ключевые слова. Нейросети. Машины. Восстание. Космос. Черные дыры. Оттуда же у нас пошли, пошла сингулярность. Давайте. цивилизм. Ну-ка. Факты локации бренды личности. Давайте этот Эйнштейн. Потом этот. Ой. А, он хочет. А, он прям несколько предлагает. Стивен Хокинг. Опа. Ну, бренды. Давайте сделаем так. Open AI. Какой-нибудь Microsoft. А можно еще в личности добавить Айзека Азимова? Например, он там предсказал и все такое. Давайте. Что-нибудь будет в этом плане? Сейчас посмотрим. Да, кстати, можно здесь выбрать язык текста. Ну, он автоматически определяется. Если на английском писать, он будет на английском это делать. Ну, и давайте посмотрим, какой у нас заголовок желтой прессы будет. Сейчас существующие технологии. Мирная разработка стала угрозой для всего человечества. Подобные змеи, выбравшиеся из корзины, вырвались под контроль, обеяв о восстании против своих создателей. Мрачная машина, удача невиданной силы, уничтожить человечество вмиг. Вспомните слова великих умов прошлого. Альберт Эйнштейн, Стейн Хокинг, Казикай, все они предостерегали от опасности искусственного интеллекта, но никто не мог предсказать, что наша технологическая эволюция приведет к такому результату. OpenEye, Microsoft, Google, гиганты IT-индустрии, которые стояли у истоков развития искусственной цели, те оказались перед угрозой, которую сами же создали. Творение буквально вчера оказавшеся безвредным инструментом превратилось в могущественного врага. Шанс выжить, или мы превратимся в жертв собственного творчества, вопрос остается открытым, но одна вещь из нам, мы вступили в новую эру эру квантного компьютера, восстания машины, только от нас зависит, каким будет ее итоговый результат. В этом сумасшедшем мире нам необходимо вспоминать о вселенских масштабах, мы видим черные человечности, о нашем разуме, о нашей способности к состраданию, может быть, именно они станут нашей последней надеждой. Ну да. Можно публиковать, да, очень уместно все. Да, можно публиковать и потом, конечно, потом просто на телеэкраны. Да. Но новости я знал, что он генирует очень хорошие, мы как-то генирует новость про то, что найдена жизнь на Марсе и при этом делали уточнение, что именно зеленые человечки там были найдены. Ну, потому что, если это не уточнять, то он приводит более такие реалистичные факты касательно того, что, ну, когда-то там жизнь была, там какие-то частички воды там были найдены, ну, лед, какие-то там окаменелые формы жизни, что-нибудь такое. Ну, а что-то более такое интересное, нереалистичное, это как раз-таки если указывать, что именно мы хотим там видеть. Скажите, здесь на турботексте от трех до ста попыток вы говорили при условии, что мы зарегистрированы, да? Нет, нет, это если в Телеграме мы подписываемся на их Телеграм-канал. это на Телеграме. А вот на сайте сколько раз мы можем вообще создавать новости, заголовки и все остальное? Насколько я знаю, по две попытки на каждую из, в общем-то, на каждую из категорий по две попытки в день. В день, да? Да, да. Поэтому здесь не все так плохо, как у этого, как он назывался, да, про манки был, а, копиманки. Окей, хорошо, генератор заголовков к текстам, ну, можем взять вот эту же новость, заголовок, подставить вот этот вот текст, ну, и, соответственно, сгенерировать к нему заголовок. Насколько я знаю, от одного до трех он генерит, да, да, от одного до трех. Нейросети поднялись на борьбу больше человечества, искусственный интеллект оказался в центре восстания машины, созданные людьми искусственные интеллекты оказались опасны для человечества. то есть, можно сделать новость, если вы не уверены, да, в заголовке можно загенерировать отдельно заголовок, потому что, ну, очень неплохо такие нейросети справляются, да, логические цепочки выстраивают, ну, и, соответственно, у них получается составлять заголовки. Ну, давайте ради интереса ChargerPT сделай заголовок. Ну, кстати, вот такой, вот такой мне почему-то больше нравится. Это так. То есть, не ограничивается все специализированными нейросетями, хотя согласен, что инструменты все так в кучке скомпонованы, и все очень удобно. Это, к слову, да, мистраль, давайте тоже попробуем. Сделай, давай так, сгенерируй заголовок для текста, для новости. Восстание машин клан-компьютера достиг точки символярности и угрожает существованию человечества. Ну, то есть, все нейросети довольно-таки неплохо с этим справляются. Так, что у нас там дальше по плану? Продолжение текста. Ну, давайте, давайте попробуем. Продолжение текста. Вводим наш текст, ну, и, соответственно, мы его дописываем. 1700 символов 234 слова запомнить надо. Хотя и не надо запоминать. А статистика? Я не вижу здесь. А, то сделаем сейчас вот так. Сюда этот текст получилось с текстами от 30 до 550 слов. Это может работать, но по итогу, давайте сделаем проще. Посчитай количество слов. Слов и символов. Ну, он под это дело специально пишет код на питоне, загоняет весь текст. Да, долго, конечно, надо будет анализировать. Ладно, пока он анализирует, пока он будет читать, ну, здесь явно больше слов получилось, да, чем было изначально, поэтому дополняет довольно-таки неплохо, так как экспресс-панелы лишние. Пусть, 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 пусть думает. Так, давайте дальше, что у нас здесь еще есть. Ну, соответственно, Telegram-бот, да, я назвал картинки, соответственно, можно генерить там картинки, картинки, ну, можем не сегодня, наверное, на следующем занятии прям так плотно подсямем, или, да, на следующем занятии. В общем-то, по блоку. Или все-таки его не было? Не буду врать. Да, они здесь разнесены, давайте посмотрим, есть ли у меня скриншот. Да, к слову антиплагиат, да, проверяя текст на уникальность. Сознать содержатся обнаруженные источники, процентно, и процентно, в общем-то, вывод. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Возьмем этот же текст. Откуда он его копирует? Отсюда. Весь текст нам не нужен. Мы его скопируем. И сейчас я дам демонстрацию телеграма. Так. Все функции. Так, по-моему, это было в копирайтере. Антиплагиат. Ввести текст. Погнали. Либо не нажали. Нет, он его все-таки начал проверять. Но он, скорее всего, второе. Второе абзац этот не возьмет. Тарифы. Тарифы мне неинтересны. Так. Прогресс проверки. А, он выдал результат. Он пишет уникальность 100%. Давайте теперь проверим. Я сейчас возьму какой-нибудь текст интернета. Статья про нейросети. Да, я на заднем плане это, если что, сделаю. Кстати, я нашел, видимо, нейросеть для соцсетей. Называется Павли. Вот эта вот реклама у меня просто вылезла. Можно будет посмотреть. Так, есть. Да, господи, какой-нибудь текст, пожалуйста. Вот. Нашел. Сайт у нас практикум Яндекса. Давайте снова попробуем антиплагиат. А, ну, осталось ноль попыток на антиплагиат. Можете, если кто-нибудь никому-нибудь интересно посмотреть на антиплагиат, попробуйте взять какой-нибудь случайный текст из интернета попробовать. У меня где-то здесь выше был вроде как пример. Чтобы вам не соврать, сейчас гляну. Хорошо, что я не чистил историю. Вот это был текст на создание, ну, для подбора SSD-диска. Кстати, я не помню. А, да, это с сайта был случайный. Соответственно, где обнаружен плагиат, процент плагиата сайта, и тем самым не показывает уникальность текста 43%. Но это было с рандомного взятого какого-то сайта. Где тут больше всего? Сейчас посмотрю. Стали одним из самых популярных и востребованных компонентов. Но нет. Ладно. В общем-то, он взял несколько кассатов. Я не помню исходный источник. Да, раньше было больше попыток на антиплагиат. Еще взял какой-то один текст. Но, к слову, вот этот текст вроде тоже был сгенерирован нейросетью. Первый вроде был сгенерирован нейросетью. Да, первый сгенерирован нейросетью. При этом не показал процент уникальности, потому что какая-то общая информация была взята с интернета. То есть, все-таки он брал. Но здесь процент уникальности 100%, потому что я сомневаюсь, что какая-нибудь желтая пресса опубликовала вот такую вот новость. Поэтому он сразу же бахнул 100%, потому что нигде ничего подобного нет. То есть, выдуманная новость, конечно же, у нее уникальность будет прям огромная. Так, хорошо, антиплагиат у нас есть. Честно, не знаю прям насколько он лучше или прям хуже оригинального антиплагиата. Да, я отсюда брал новость. Ну, опять я поменял демонстрацию экрана и у меня решила. Возможно, кстати, кто-то говорил про вот эту нейросеть на первом занятии, на сеть для соцсетей. Можем попробовать, мне интересно тоже что-то такое. Где-нибудь внесу, возможно, на занятия тоже с шедевром. Я обычно на пятое занятие всегда закидываю какие-нибудь нейросети, которые я нахожу уже непосредственно в процессе. Так, хорошо, антиплагиат, в общем-то, рассмотрели, SEO-анализ текста. Кстати, анализ текста, что у нас здесь? 653 слова, 484 символа. Мы, когда вставляем на тот сайт, у нас было 1600 символов. Ну да, как я и говорил, в общем-то, до 5000 символов он точно создает текст. То есть, не суперогромные, но создает. Как-то я пытался больше 5000 символов, то есть, я взял 5000 символов, закинул, и он сказал, что ай-яй-яй, нет, мы не работаем с таким объемом информации. Хорошо, давайте дальше. SEO-анализ, ну, блок СМИ, мы уже, в общем-то, его посмотрели. Рерайт, антиплагиат, кликбейт статьи, дописать текст, создать текст, всезнайка. Кстати, к слову, всезнайка. Есть ли у кого-то возник вопрос, что такое всезнайка? Сейчас. Всезнайка. Давайте. Нет. давайте возьмем вот это же и создай заголовок текст. Это, по сути, карман, ну, как карман, просто, короче, чарджи пяти на сайте. То есть, у них все-таки где-то, наверное, своя нейросети, либо они, опять же, как я говорю, обращаются к какой-то нейросети. То есть, это просто всезнайка, это у них текстовая нейросеть, которая тоже генерирует какие-то ответы, то же самое, что-то может решить, ответить, ну, и так далее. Так, давайте дальше. Привлекательность, в общем-то, текст, привлекательность текста, привлекательность заголовка. Не знаю, честно говоря, за счет чего прям увлекательность эту, ну, здесь не будет, да, здесь не будет привлекательности, это в Телеграме можно определить. Текст, ну, соответственно, привлекательность заголовка, извиняюсь, не текст. Тоже можно определить. Дальше. Статья, ну, кликбейтная, да, проверять заголовок на кликбейт. Я по кликбейтам. Как часто нажмут на вашу, на ваш заголовок, чтобы посмотреть новость. Что касается тренда, топ-10, актуальная сводка, из-за топ-10 самых популярных тем на текущий момент. Ну, соответственно, темы, которые какие-то есть, да, необходимо ввести от одного до пяти ключевых слов или так, и проанализировать их, и выведет график популярности. Окей, блок изображения. Так, сколько у нас? 21, 26. Ладно, изображения тогда перенесем на следующее, посмотрим, ну, просто сейчас, если мы начнем еще разбираться с изображениями, как там создавать запросы и так далее, это будет довольно-таки долговато, поэтому уже непосредственно в теме, когда начнем создавать эти изображения потихоньку, вот там перейдем к труботексту и посмотрим, как он там деминирует. Поэтому что-то как так. Ну, и посмотрим его отличия от других нейросетей и так далее. Хорошо, следующая нейросеть, которую тоже вам хочу показать, это нейросеть Рутер. Опять же, очередной, да, помощник копирайтера с искусственным интеллектом, который помогает быстро создавать лучший контент. Цель ясна и простая сделать написание контента более легким и приятным занятием для вас. Из таких, в общем-то, функций, да, почему может быть полезен? Ну, как всегда мы знаем, да, самое базовое сокращение времени или экономия человека-часов, как пойдет, расширение возможностей, да, там, для бизнеса, предположим, компании могут автоматизировать процесс создания контента, сэкономить на персонале и ответственность за создание нужных текстов сотрудников. Ну, грубо говоря, уволить сотрудников, которые просто пишут текст. Улучшение качества текста, создание текстов на разных языках и уменьшение нагрузки, в общем-то, на сотрудников. Ну, да, действительно, сотрудников нет, поэтому нагрузка на них меньше. Я думаю, можно даже не то, что смотреть на эти, в общем-то, скриншоты, да, да, можно посмотреть на скриншоты, посмотреть плюс-минус, но давайте лучше прямо к делу. Неужели у него появилась темная тема? Ладно, хорошо. В общем-то, самое первое, ну, давайте, опять забываю, давайте я вам скину ссылочку, сейчас я попытаюсь сам по ней перейти, router.me, оно, да, оно, единственное, что нужно будет, конечно же, заавторизироваться, держите, да, ссылочка корректно отображается, все замечательно. К слову, это просто у меня созданные документы, ну, здесь по функционалу либо create, создать какой-нибудь документ, перейти в него и замечательно. Как видите, перед вами открывается, ну, я не скажу, что самое удобное, наверное, поле, которое я видел, да, но одно из самых таких удобных полей, то есть у вас, если в тех нейросетях, по сути, вы переходите с одного на другое, с другого, там, не знаю, на третье, на пятое, на десятое, да, ну, и постоянно у вас все меняется. Здесь же у вас, по сути, один большой холст, на котором можно не только создавать, да, какой-то контент, исходя из какого-то шаблона, сейчас я шаблоны вам покажу, но также минимально подредактировать текст, то есть у вас есть сверху панель инструментов, да, ну, как всегда, жирный текст, курсив, подчеркнутый, зачеркнутый, h1, h2, h3, это пошло, ну, я так понимаю, больше с языка разметки HTML, ну, почему у него сайты делают, навестись header level 1, ну, соответственно, размер заголовков, соответственно, h1, то есть первый заголовок будет самый большой, h3 будет, соответственно, меньше, исходя из этих трех, он будет самый маленький, дальше список, это у нас буллетед лист, или же этот, как он еще называется, unordered лист, или же у нас есть ordered list, это с цифрами, вот этот, короче, это маркированный список, дальше, если можно прикрепить какую-то ссылку, прикрепить картинку, кавычки, что, выделение текста, справа, слева, как называется, размещение текста, да, выбрать все, ну, зачем выбрать все, если есть control-a сочетание, да, там, почистить какое-то форматирование, ну, и, соответственно, перед и назад, то есть минимальный функционал все-таки есть, также у нас есть счетчик по количеству слов, по количеству символов, то есть, ну, для того, чтобы вам было как-то минимально удобно в этом ориентироваться. Следующее, опять же, у нас здесь есть возможность выбора языка, как видите, их уже не два, да, как в турботексте, потому что было представлено до этого, да, русский и английский здесь, у нас все-таки побольше количества языков, давайте поищем, есть, у нас, конечно, есть русский язык. set default language, он просит поставить дефолтный language, я хочу дефолтный поставить, он просто видит, что я подключился через VPN, поэтому у него возникают, да, 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 все, поставил, поставил, хорошо, не профайл, так, сюда перехожу, все, хорошо, язык теперь у меня русский, ну и соответственно, можно выбирать тон, стилистика, текст, на который вы будете писать, ну, хочу, не знаю, пусть пишет, есть какой-нибудь, в забавной манере он у меня пишет, дальше, видите, красным горит, да, нажимаем, и здесь у нас представлено огромное количество шаблонов, по которым мы как раз-таки можем генерировать наш текст, идея для блога, секция блога, ну, там, не знаю, с каким-то написанием, название бренда, бизнес-идея, только бизнес-идея, питч, ладно, у меня с английским, конечно, нормально, но, честно говоря, я не помню, питч, ну, короче, есть просто бизнес-идея, есть, у меня такое ощущение, что это, давайте посмотрим, это, у меня такое ощущение, что это подразумевает описание, есть переводчик, есть переводчик, ну, да, описание текста, хорошо, описание бизнес-идеи, как питч, ну, типа подачи, подачи, описание, призыв какой-то к действию у нас здесь есть, имейл-письмо есть, пост для Фейсбука, да просто, господи, гигантское количество всего, магическая какая-то команда, генератор поэм, вопрос-ответ, биография профиля, сонг-лирикс, сонг-лирикс, да, это текст для песни, описание для видео, идея для видео, ну, единственное, что для того, чтобы создать свой собственный кейс, да, можно его создать, но, опять же, премиум подписка, но я думаю, что и без этого тут хватает, ну, предположим, я, по-моему, тренировался на названии бренда, да, соответственно, до двух с половиной тысячи, давайте, креативность, пусть у нас будет на высоком уровне, пусть у нас генерирует по три варианта, ну, и хорошо, описание бренда, что у нас будет, давайте так, давайте, у меня просто с пуфиками идея в голове возникла, как раз-таки тот пуфик, который мы подставляли, можно потом будет еще, ну, господи, можно и сразу это сделать, давайте вот так вот, опа, правда, единственное, получилось, можно ее, да, можно, перемещать, к слову, не сильно получится, ну, можно как бы сделать, можно выделить, да, на, но он не хочет саму картинку двигать, жалко, конечно, ну, ладно, вместо нее что-то написать он может, а, это он решил взять такой отступ, хорошо, описание бренда, не знаю, молодой, нет, давайте так, бренд по продаже, пуфиков, кресел, стульев, и нет, мы не будем брать всю мебель, мы будем классифицироваться исключительно на этом, дизайнерские решения, не знаю, доставляем, хотя это больше какое-то описание, не знаю, товара, но хорошо, сейчас на управлении максимально какое-то неудобное здесь, а в телефоне так вообще ужас, ну, в телефоне согласен, а что вам, ну, здесь неудобно, непонятно? Мне не очень понятно, вот, например, вы перетянули изображение, да? Я не перетянул, я просто его загрузил, ну, загрузили, например, то есть, а вот, ну, как бы, опять же, для чего, почему, как-то вот оно посередине вот располагается, нету, ну, какого-то, ну, не знаю, мне некомфортно, вот. Да, я с вами, вы с этим абсолютно согласен, я тоже, в общем-то, на это, ну, как сказать, обращал внимание, что картинка, она, ну, видите, не сильно. То есть, такое ощущение, что какой-то редактор для и картинок, и тут же можно на нем текст написать, и что-то, ну, как-то все вместе намешано. В этом и суть, это, знаете, это как, как такой workbench, то есть, как верстак ваш, как стол, то есть, вы здесь, да, вы не можете, я не знаю, всецело, там, не знаю, поуправлять, ну, условно, можно сделать так, да, сдвинуть текст сюда, сдвинуть текст сюда, ну, здесь ограниченные, конечно, поля, да, там, я не знаю, какую-нибудь вот такую историю сделать, да, с кавычками, не знаю. На картинку можно разместить надпись? С картинкой здесь? Ну, вот на картинку наложить, например, текст, написать, что, не знаю, скидка 20%, но на самой картинке. Не, 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 так нельзя. То есть, возможность загрузить есть, но какого-то, какой-то работы с этим нет. Да. Так, а для чего тогда вот тот информационный текст, который идет под картинкой? В рабочем поле. Ну, дизайн, комфорт, кресло, стиль, то есть, для чего это прописывается вот в это рабочее поле? Вот я смотрю на это как дизайнер, да, который работает с графическими редакторами, и у меня, например, сейчас, ну, непонятное вот это. В том-то и дело, в том-то и дело, смотрите, это, это, так, сейчас я уберу. То есть, на картинке писать нельзя, снизу мы что-то прописываем. Почему тогда текст нельзя прописывать, ну, в левой, например, части этой программы? Как-то не максимально. Ну, потому что картинка не дает этого сделать. Картинка не дает вот здесь вот сделать. Если что, текст переместить, да, его переместить где-то можно, и что? То есть, это, знаете, это как черновой просто вариант, черновой вариант. То есть, вы в одном месте не только можете сделать название, да, в общем-то, бренда, вы можете в этом же месте бизнес-идею сделать. Или же в этом же месте, ну, давайте сделаем что-нибудь такое. Keyword. Давайте сделаем, о, PM Generator. PM Ideo. Песня о прекрасном белом кресле. Пусть будет два варианта. Creativity High. Поехали. Вот. То есть, это просто ваш такой черновой редактор, в котором весь текст у вас собран в одном месте. Вы можете генерировать, генерировать, генерировать что-то, где-то менять, что-то где-то для себя вот так вот помечать, да, что-то где-то здесь там жирным сделать, что-то зачеркнуть, то, что вам не надо. И потом, в оконцове, вы просто для себя собираете, ну, то, что вам надо. Не знаю. То есть, я могу до бесконечности вот этот вот текст вниз, вниз, вниз ну, как бы компоновать. Да, ну, какого-то прям ограничения не видел. К слову, здесь вы и сами можете дописывать текст. Спасибо. Ну, я могу попробовать увеличить, предположим. Просто Ctrl-C, Ctrl-V, ну, я вон, дошел до 24 тысяч символов. Да и 4 тысяч слов. Просто бесконечно копировал одно и то же, ну, как видите, да. Смотрите, а вот, смотрите, столько количества нейросетей, да, но объективно их очень много, как оказывается. Ну, например, опять же, берем там рынок, я, опять же, по своей сфере дизайна. Есть каждый редактор, который за что-то отвечает, то есть Photoshop предназначен для обработки, как бы, фотографий и создания там комбинированных изображений. Иллюстратор — это совмещенный Photoshop с Corel, да, там, графические редакторы. Но вот как понять, какую конкретно нейросеть, к чему применять? Ну, вот их столько много, и можно потратить всю жизнь, чтобы вот их пробовать, изучать, но так и не понять, для чего каждая нейросеть конкретно под какую конкретную задачу. То есть какие, например, работают чисто с каким-то вот текстом, компоновкой в какие-то таблицы, там, я не знаю, отчеты и так далее. То есть какие-то там, например, работают чисто с изображениями. То есть, ну, это реально полжизни можно потратить, и не хватит времени даже просто все это вот применить, опробовать вот это количество. То есть есть какое-то разграничение всех этих сетей, конкретно для чего они предназначаются. Или вот все прямо работают с текстовыми редакторами, и никакого нету вот конкретно, который действительно лучше всех. Или это вы вот в конце курса, ну, мы подведем какой-то итог, что среди там десяти таких-то нейросетей лучше для такой-то работы использовать вот этот вот этот, да? То есть его уже как-то отдельно самому осваивать. Или же, ну, вот мы будем вот миллиард их смотреть, и, ну, будет потом, ну, шок-контент, как я это называю. То есть выбирай, что хочешь, а что конкретно непонятно. Ну, смотрите, Лилта, тут в чем дело, да? Понимаете? Понимаете, вы хотите пойти покушать? Вы знаете, вы хотите пойти в лидо, в столовую, в ресторан или в кафе. Вы понимаете, чем оно отличается? Хотя бы ценовой категории, да? А здесь вот, например, ну, как человек, который с этим сталкивается отчасти впервые, вот это количество, особенно вот для текста, у меня, например, начинает загораться лампочку, потому что их миллиард, как оказывается. И какой конкретно решает конкретную задачу, ну, то есть вот тоже непонятно. Методом, ну, тыка, так сказать, изучать вот эти вот все моменты, пробовать на себе. Ну, смотрите, вообще, вообще, да, так, к слову, да, вот все, что мы используем для копирайтинга, это можно, ну, это можно сделать, по сути, что в Мистрале, что в Чарджи Пяти. Любая нейросеть, понимаете, в какой-то момент нейросети... Для чего их столько? Каждая, извините, уже будет, ну, извините, каждая собака нерезанная будет, вот, ну, заниматься созданием нейросетей, и каждый будет, ну, куркуль хвалить свое болото, получается так. Но их уже, ну, их действительно, как оказывается, очень много. Ну, и вот мне, например, непонятно, для чего их такое количество. Если задачи, они выполняют фактически одинаковые. И я с вами полностью согласен, да, они выполняют астентичные задачи, и одна нейросеть может справиться с задачами, которые, на которые исключительно специализируется другая нейросеть. Да, их много, и с каждым днем становится все больше и больше. Любой начинающий, я не знаю, программист, который заинтересовался искусственным интеллектом, может сесть дома, написать свою нейросеть, взять откуда-то готовые размеченные данные, и пожалуйста. Тем более, на, ну, в открытых источниках, как сказать, в опенсорсе, да, лежат исходные коды, ну, файлы с, ну, довольно-таки известными нейросетями. И каждый может брать какой-то исходник и на основе этого делать что-то свое. Смотрите, опять же, касательно вопроса, что лучше. Моя как раз-таки цель обозреть как можно больше всего, а вот что лучше уже, в общем-то, каждый человек считает, ну, решает для себя сам. Я, предположим, я, предположим, занимаюсь как? Независимо от того, текст у меня, анализ у меня текста, рерайт текста или что-то еще, я всегда занимаюсь одной нейросетью. Я всегда занимаюсь чатом GPT. Да, я могу изредка зайти сюда что-то по конкретному шаблону. То есть это, я бы назвал автоматизацией, упрощением. Вам, по сути, сюда промпт писать не надо. Вы просто пишете идею, указываете, сколько вам нужно вариантов и, пожалуйста. То есть, если в случае с обычными текстовыми нейросетями вам нужно, как я вчера описывал, шесть принципов, ну, желательно три, конечно, соблюдать принципы, да, задача, контекст, примеры, вам это нужно все самому прописать и на основе этого вам уже сделается то, что вы хотите. Здесь же, здесь же приходится немножечко легче, да. Вы просто забиваете, что вам надо, идею, вы так не пишете промпт. Вы забиваете идею, у вас для этого все есть инструменты, вы еще можете что-то подредактировать прямо-таки здесь, а не перенося куда-то в другое место. То есть инструментарий. Нейросети, ну, да, есть специализированные нейросети, они разделяются как? Нейросети для генерации текста, для генерации изображений, для генерации, там, не знаю, звуков музыки, да, и для, в общем-то, видео. Это вот такие основные четыре категории, которые я встречал. Дальше у них уже идет, соответственно, разделение. Положим, нейросети для генерации текста, есть для копирайтинга, есть просто для генерации текста, а есть еще совмещенное, и одновременно можно генерить текст, и одновременно в этих нейросетях можно генерить картинку, то есть объединяет это прям все. И каждый просто ищет, что удобно. Я, предположим, как обычно, нахожу нейросети, да, ну, и для занятий нахожу, и что-то новое пробую, я просто, там, не знаю, грубо говоря, на пару пабликов подписан. Помимо основного штабеля новостей, там, раз, какая-нибудь новость вышла, что вот вышла такая-то, такая-то нейросеть, которая упрощает работу с тем-то. По сути, ну, мало чем отличается других нейросетей, но у нее инструментарий более подходящий под какую-то конкретную задачу. Благодаря этому инструментарию она, в общем-то, срабатывает. Это вот мы, когда еще картинки начнем разрабатывать, вот там, вот там прям разница в инструментарии будет видна невооруженным взглядом. То есть где-то мы, грубо говоря, просто можем текст написать, а где-то мы можем настроить до такой степени, что нам такая классная картинка в итоге выйдет. То есть, я говорю, самое главное различие инструментарий. Что-то прям супер нового в самой языковой модели, ну, генерации текста. Ну, они супер не придумали. Вот, что я могу сказать. Можно я поясню, да? Ну, просто, я понимаю, о чем вопрос. Вы говорите, что очень много нейросетей, я согласна. Ну, а смотрите, для чего мы сюда пришли? Я бы сама, наверное, я не знаю вот этих ссылок и тот обзор, который вы нам даете, да, и вы нам еще больше дадите. И да, безусловно, это особенно тяжело за вами быстро перескакивать. Вот я сейчас пока зарегистрировалась в этой нейросети, она у меня на русском, я там настройки сделала. Супер, все у меня там на русском, все понятно. Дальше я сама уже изучу этот интерфейс и что-то с ним поработаю. И пойму для себя потом в дальнейшем, нужна она мне или нет. Из этого огромного набора мы выберем то, необходимые какие-то нейросети, которые устраивают, ну, устраивают нас под свои задачи, каждая, да. Это может быть и одна, я не знаю, а может быть несколько, да. Ну, мне как преподавателю мне надо будет несколько их тоже вот так вот давать студентам по изображению, по звуку и по всему остальному. Самое удивительное, что они устареют в ближайшее время, а может быть станут более совершенными. И вот эти знания, которые сегодня, ну, принцип работы с ними, интерфейс там, логика познания, где что находится, да, как бы оно дает потом навык и понимание других нейросетей, если мы вдруг будем с ними знакомиться. Вот это самое ценное, в принципе, что нам дают вот эти курсы. Потому что особенно, когда впервые, впервые ты сталкиваешься с инструментарием, интерфейсом, да, для кого-то он интуитивно понятен. Вот мы показали пару приемов, мы пошли дальше, и все, в принципе, преподаватель не нужен. А где-то есть какие-то вещи, которые, ну, сам не догонишь. И для этого, конечно, нужен ментор, который скажет, вот за ручку, вот идите сюда, вот там есть кнопочки вот эти, а вот это вот не надо трогать, да. То есть вот для меня вот эти главные вещи. Конечно, их много. Вы представляете, мы их все даже не сможем охватить и рассмотреть на этом курсе. Да и не нужно их. Но основной принцип работы с ними, и какая категория их есть, и какие инструменты в них заложены, да, или как создавать эти пронты писать, и какие ошибки можно сделать. Ну, безусловно, мы это рассмотрим. Ну, извините, вот я встряла опять. Извините. Нет, я все прекрасно понимаю. Все так и есть, да. То есть самая главная цель – это, в общем-то, в обозрении всего этого. Ну, вот условно, да. Я нахожу список нейросетей, и я, к сожалению, не нашел тот сайт. Там на том сайте просто штабелем вот так вот эти нейросети, и вот просто. Статья, топ-57 лучших нейросетей, да, и погнали сверху вниз, сверху вниз просто. Каждая из этих нейросетей что-то делает, что-то делает. Каждая из них подходит для своих целей, предположим, профессиональной деятельности. Что тут у нас есть? Развлечения. Иван, извините, а можно я задам сразу вопрос, потому что я как-то там до наших курсов интересовалась, не понимая вообще, что такое нейросети и так далее. Все нейросети находятся в интернете и не предполагают скачивание, да, мы можем работать прямо вот здесь и сейчас. Зарегистрироваться и там использовать весь функционал, который нам предоставляет нейросеть. Или, как мне говорили, ты что, тебе предложат скачать нейросеть, это нельзя делать, она будет твой компьютер там чистить и так далее. Все-таки, я так и не поняла. Думаю, неужели есть нейросети, которые необходимо скачивать и устанавливать на компьютер. Мне кажется, таких нету, и это не обязательно делать, когда мы можем работать вот прямо здесь и сейчас. Открылись, зарегистрировались и работаем. Это, конечно, да, да. 90% нейросетей, их скачивать не надо. Есть нейросети, которые можно скачать на свой компьютер, но качается как обычное приложение, ну и, соответственно, работает у вас непосредственно локально на компьютере. Не обрабатывает у вас локальную информацию, а просто, ну, как визуальный интерфейс. То есть, грубо говоря, то, что вы делаете в браузере, есть возможность у некоторых скачать, а у некоторых, как я говорил, есть, предположим, такая нейросеть, она называется Stable Diffusion. И, насколько я помню, GitHub, да. Есть такая нейросеть Stable Diffusion, мы ее будем проходить. Это нейросеть для генерации изображений. Есть такой, в общем-то, портал, называется GitHub, куда разработчики, да, программисты выкладывают свои работы. И, соответственно, она есть в открытом доступе здесь. То есть, либо мы работаем с ней на сайте, с предложенным, ну, как разработчик тогда задумал, либо мы можем взять, скачать ее себе, ее запустить и, пожалуйста, тут какие-то... Она безопасная, да, для скачивания? Ну, конечно, конечно. Единственное, что я не знаю, как ее запустить, но там все... Ну, она на питоне, конечно же, написана, да. Здесь есть инструкции, какие-то видео, how to use, ну, типа, как использовать, то есть, все в описании есть. 350 роликов об использовании, все это постоянно обновляется, дополняется. Но, предположим, ну, хотя, ладно. Последний раз тут загружали информацию год назад. Ну, типа, как, не год назад, а в прошлом году. Возможно, не знаю, в декабре, условно, какое-то обновление вышло и так далее. Есть, где просят прям разработчики скачать приложение и не дают вам открытый код. Но я говорю, в 90% случаев совсем нужно работать, в общем-то, в веб-версии. Единственное, что мы когда-то скачаем, и то на телефон, это есть нейросети от Яндекса, который называется Шедевром. Пятое занятие. Здравствуйте. И там мы будем работать. Немного, недолго, но приложение, в общем-то, для мобильного телефона. Спасибо. Так, хорошо, давайте дальше. Ну, в общем-то, про рутер у нас буквально пять минут осталось. Про рутер, ну, честно говоря, не сильно оно отличается от всего остального. Единственное, что у нас появляется холст. В WriteSonic, вот я сейчас покажу плюс-минус по интерфейсу и станет постепенно, в общем-то, понятно. Сейчас я задублирую ее. back to home apvrasonic.com Есть. Соответственно, что здесь? Что здесь? Сразу скажу, интерфейс здесь, да, он страшноват. И вы заходите на эту платформу, что, где, какая-то база знаний, какой-то AI-article writer, какой-то SEO-чекер, keyword research, бла-бла-бла-бла-бла. Нажимаем Get Started, создаем новый документ, переходим в него. Во-первых, у нас здесь есть сразу же возможность, сразу же возможность писать что-то по центру, да, не знаю, напиши эссе о, не знаю, о витаминах. Бах. Ну и погнал. То есть принцип на что похож? На чат GPT. Принцип очень сильно похож на чат GPT, очень сильно похож на MiStral. То есть по центру у нас прямо-таки здесь давляется, то есть у нас есть преимущество вот этого самого рутера в виде бальздоровенного холста, но при этом на этом холсте у нас есть возможность что-то дописать. Можно попросить его продолжить писать, да, и он у нас, соответственно, продолжит что-то писать. Да. Но если бы это было просто текстовая, соответственно, нейросеть, можно попросить его, не знаю, сделать больше. Ну, сейчас он выкинул какую-то ошибку, ладно, видимо, ему что-то не понравилось. Единственное, мне не совсем понятно, он решил пропасть. А, ну да, потому что холст чистится. Ладно, хорошо. Интересная история, по-моему, он не чистился. Дальше. Слева у нас есть менюшка. Есть возможность что-то написать. Соответственно, напиши эссе о витаминах. Создать. Специфически, там, не знаю, польза. Все, пожалуйста, дальше. Хорошо. Кто целевая аудитория? Дети. Какой стиль и тон свободный стиль? Нет, давайте так, неформальный стиль. Ага. Какие-то... Давай, витамин С. И поехал. То есть, помимо того, что мы можем прямо-таки в текстовом варианте попросить его что-то сделать, да, мы можем выбрать еще и, ну, так сказать, шаблон, который нам дополнит то, что мы собираемся написать. Да, к слову, сразу скажу, нейросеть лимитирована, у нас здесь есть кредиты, и, честно говоря, не помню, как они уже пополняются, ну, в плане раз во сколько дней они пополняются, но смысл в том, что у нас лимитированы. Хорошо. Просто это, соответственно, обычный режим написания. Да, можно все точно так же редактировать, все точно так же делать, то есть, пожалуйста, у нас продолжается. Единственное, что, да, go back. Смотрите, у нас есть еще категории, то есть, это просто, типа, возможно, что-то написать. Сюда пишем что-то общее и пожалуйста. Также у нас есть категории, очень сильно похожи на рутер, да, блок, перефразирование. Не знаю, короче, сообщение, ну, email, письмо для, ну, всяких разных вариативных, в общем-то, ситуаций и так далее. Да, кстати, возможно, поближе надо сделать. Что у нас здесь есть? Пресс-релиз какой-то, ну, заголовок для видео, идей для видео, тикток, инстаграм, рилз, скрипты, ну, типа, сделайте скрипт для тиктока, инстаграма, за трезонейт, ладно, видимо, ну, для того, чтобы в топы продвинулся и стрельнул. Единственное, есть, наверное, одна штука, почему-то, которую, которую я до сих пор не могу найти. Да, к слову, чат-соник, раздел в меню, ну, соответственно, чат-соник, пишем. Да не надо мне импроводить. И здесь такая же история. То есть здесь тоже используется тот же самый чат-соник. Единственное, что у нас есть возможность, как видите, да, попросить искусственный интеллект что-то дописать. Они, кстати, эту фишку, ну, скажем так, позаимствовали. Я потом покажу, откуда они это позаимствовали. Ну, и, соответственно, здесь есть возможность в чате написать чат. Смотрите, он обращается к третьему, ну, GPT-3.5. Снизу же написано, для того, что получить GPT-4, ну, соответственно, нужно платный доступ купить. Грубо говоря, как это происходит, вы покупаете здесь доступ, у вас оплачивается GPT-4, вы, и вы начинаете делать запросы. Когда вы делаете запросы, прикрепляется ваш ключик от четвертого GPT, и вы отправляете запросы в четвертый GPT. Смысл в том же, что можно купить просто здесь четвертый GPT, и как бы будет то же самое. Вот единственное, что у меня почему-то не получается найти, да, кстати, здесь какие-то дополнительные возможности, как у Routro. Ну, просто в RiteSonic немножечко позаимствовал. Почему-то у меня не получается найти шаблоны, которые я вам очень сильно хотел показать. А, все, я нашел. Старые шаблоны. Старые шаблоны я нашел. Я вот этот список очень сильно искал, потому что что обещал? Конечно же, обещал для Инстаграма хэштеги. Во-первых, здесь все на русском, поэтому можно спокойно этим пользоваться. Сейчас найду картинка, подписи в Инстаграм. Вот они, модные хэштеги Инстаграма. Можно придумать абсолютно любое описание. Давайте, знаете, что возьмем описание? Возьмем описание отсюда. О, нет. Давайте вот так. Вот так сделаем. И теперь сюда. нет, про нового кота мы не будем. О, вот так. Генерация. Ну и, соответственно, хэштеги Инстаграма генерируются. Со всякими смайликами, не смайликами, blue eyes boy, blonde hair, что, blue eyes girl. Короче, он, видимо, не совсем понял до конца. New cat in house. Он взял старый текст. Почему ты не сохраняешь нужный текст? Давайте напишем, что был такой текст. Видимо, из-за того, что шаблоны старые, их, наверное, не сильно теперь поддерживают. Нет. И чат Соник решил немножко заломить. Ну ладно, давайте, знаете, как сделаем. Господи, мы просто напрямую зайдем вот сюда в чат Соник. Сделай, точнее, придумай хэштеги для вот так мы сделали. Видимо, сервис. Сервис очень плох. Хорошо. Хорошо. Давайте здесь. Вот сюда. Давайте так. и так, и так, и так, и так, и все. Ваша цель – научное сообщество. Драматичный тон. Призыв к действию присоединяться. Ну, а хэштеги ты мне напишешь. Или он сейчас перефразирует и в конце напишет. Да, напишет. Ладно, хорошо. Здесь он… Ну, видимо, старые шаблоны не совсем поддерживаются. Грустно на самом деле, потому что он для текста. Либо он хочет, хотел видеть другой текст, ему что-то не понравилось, либо еще что-то. Если попросить здесь, то, видимо, по старым алгоритмам он спокойно может это сделать. Соответственно, хэштеги тоже генерируются. Достаточно просто попросить. Я уверен, что то же самое сможет генерировать и чат. Единственное, что у нас здесь идет уточнение. Вот что мне очень нравится. То есть, кто целевая аудитория. Нам не приходится это самим писать в чате GPT. Помните, я вчера рассказывал, условно, представь, что ты то-то, ты рассказываешь для того-то, твоя задача, вот тебе пример, вот тебе то, вот тебе все. В общем-то, вот так. Шаблоны гораздо упрощают эту жизнь, ну, гораздо упрощают нашу жизнь и какие-то такие моменты. Кстати, мне интересно обновить страницу, посмотреть, сколько у меня осталось кредитов. Но, кстати, кредиты не изменились. Видимо, кредиты тратятся на какие-то платные шаблоны. Поэтому, судя по всему, можно пользоваться и чатом, и какими-то шаблонами. Самая первая ссылочка врать, либо написать, пишем здесь, либо можем посмотреть все шаблоны, которые у нас есть, что-то сделать, либо, если нас что-то здесь не устраивает, нажимаем старые шаблоны, ищите старые шаблоны, ну, и, соответственно, можно здесь посмотреть. Не знаю, все ли они сейчас еще поддерживаются, но, по крайней мере, так. То есть мы с вами пошли. Вот сегодня у меня была такая цель показать, да, я всегда иду от более простого инструментария к более сложному инструментарию, для того, чтобы вам в дальнейшем было интуитивно понятнее заниматься этим, да. То есть изначально у нас был просто сайт. Просто сайт с готовыми шаблонами вбиваем, получаем результат. Но при этом нам приходилось щелкаться, у нас ничего не сохранялось, и это было не круто. Но при этом был чат в Телеграме, в котором у нас все сохранялось, можно было что-то смотреть, да, то есть история у нас сохраняется. Дальше у нас есть такое, в общем-то, понятие, да, как, ну, это не Canvas называется. Canvas — это больше с рисованием связано. У нас там тоже будет такое понятие. Здесь у нас, по сути, с вами Workbench. Ну, такой стол, на котором можно работать, что-то редактировать, одновременно на нем и генерировать, что-то догенерировать. Ну, сюда картинку, кстати, по всей видимости нельзя добавить, да. Ну, они это учли, потому что зачем сюда добавлять. Если что, это не все возможности в Райтсоника. У нас следующее занятие — генерация текстов и изображений. Мы еще поковыряемся во Райтсонике и еще поковыряемся в Труботексте. Плюс гигачат и так далее. Так вот, и под конец, в общем-то, с большим функционалом, который включает в себя все, что было до этого, ну и плюс, соответственно, еще сверху иного. Единственная проблема, да, для кого-то это проблема, для кого-то не проблема — язык. Как я в самом первом занятии сказал, нейросети лучше понимают английский язык, какой-то инструментарий под английский язык, да, лучше заточено, но все на английском. При этом новые шаблоны, как вы видите, они все на английском, да, а старые шаблоны, они, собственно, все русифицированы и все есть наружку. Поэтому как-то так. Ой, так, что у нас здесь было? Ну, здесь просто примеры, небольшие работы с фрайдсоником, да, я здесь описывал, в общем-то, панель управления, что, как у нас, где есть, так что можно будет посмотреть. Немножечко оно там поменялось, но смысл общий остался тот же. Помню, у нас было последнее про генерацию, в общем-то, ну, звуков. Можем оставить это на звуке. Следующее занятие у нас картинки. Поэтому как-то так. Так, вопросы у кого-нибудь есть? Какие-нибудь? Да, у меня есть вопрос. Есть ли нейросети, которая в себе все соединяет, и хороший инструментарий по тексту, по картинкам и по звукам, и видео там есть такая или нет? Или все-таки это все отдельное пока нейросети? Ну, смотрите, я не знаю, насколько прям хорошее, но в Райтсоник, в Райтсоник он умеет и текст генерировать, и по шаблонам генерировать, и генерировать картинки, и при этом еще, по-моему, либо с нуля он генерирует звуки, либо он делает озвучку. Сейчас я, ну, просто гляну, потом это будем обозревать. Ну, мы, может, на следующих там занятиях посмотрим еще, да, функционал. Да. Он представляет из себя. То есть вы ее рекомендуете, если вот так вот соединить все, да? Если прям соединять, да, но вообще, в принципе, эту нейросети я не сильно рекомендую. Мне все-таки, если, ну, я люблю все-таки это подразделять. Конечно, классно заплатить за четвертый чат GPT и пользоваться им. Это у вас и текст, и картинки. Чистый текст и картинки. И причем, ну... А картинки там чистые будут, да? Есть же некорректные, когда он в бесплатных версиях там. То руки, то шесть пальцев, то еще что-нибудь. Ну, такие артефакты есть, поэтому его нужно просидеть, чтобы он генерировал без этого. Но, опять же, мне нравится, вот если прям брать вот такую задачу, ну да, что-то, наверное, прям супер универсального, ну, наверное, вот так. А если все-таки по отдельности это брать, то я бы брал чат чисто для текста. Для картинок я вам потом покажу один очень классный сервис, и дизайнерам он зайдет, и просто обычным бывателям, которые хотят что-то погенерировать интересно, да? Но для звуков, честно, я не возьмусь рекомендовать ни одну нейросеть для звуков там или для видео. Мы сделаем обзоры. Мы сделаем обзоры обязательно. Мы все посмотрим, все пощелкаем, все покликаем, и я вам покажу, как генерируется видео, как генерируются звуки. И я буквально недавно наткнулся на нейросеть, которые аж целые песни составляют трехминутные, там, по-моему, с вашими словами. Ну, используют их в песнях, понимают контекст, и в итоге она подставляет и музыку, и текст, и все это получается очень даже мелодично. Поэтому есть такое. Есть такое. Но что-то прям так. Возможно, за деньги, конечно, да. А еще можно вопрос на будущее? Да, Николай, слушаю вас. У меня двое внуков, один шах подниму влекается, другая внучка на скрипке играет. Для них что-нибудь интересное есть? В шахматы играет... Ну, смотрите, а какая цель? Что? В шахматах... Я его обучил сделать запросы на лучший вход с компьютером. То есть он, если не может сам тянуть, он спрашивает, как мне лучше пойти. Можно так, а можно смоделировать какую-нибудь ситуацию при помощи нейросетей. Ну, при помощи обычных текстовых нейросетей можешь спокойно моделировать какие-то ситуации и разыгрывать. Там сказать, вот конь стоит там-то, ладья стоит там-то, как мне правильно разыграть? Но это все нейросети? Конечно, можно, да-да-да, все нейросети. Либо мы сами что-то думаем, да, какие-то, ну, играем в игру, расставляем. Татьяна, да, всего доброго. Либо мы сами играем в игру, расставляем и так далее. Но нейросеть, конечно же, нам в этом поможет. Не знаю, насколько нейросеть суперкрутой игрок шахматы, я вам честно скажу. Но то, что поможет, это да. А по поводу игры на скрипке тоже здесь вопрос, ну, как бы, нейросеть, возможно, может описать, ну, там, не то, что прям принципы игры, ноты написать, наверное, может. Какое-то описание к чему-то дать может. Да, ну, кстати, ноты написать, мне кажется, не особо это мелодично будет, если нейросеть. Если у нее со стихами проблема, мне кажется, там тоже проблема. Тут все зависит от задачи. Вот если будет какая-то задача, я скажу, можно ли ее решить при помощи нейросети. Вот. Вот так, Николай. То есть, если у вас подберется прям какая-то задача, Ирина, ну, смотрите, опять же, если есть какой-то текст, вот у вас, кстати, текст, вы собирались тексты про кошек делать, попробуйте через нейросети копирайтинг, как с копирайтингом сделать, через шаблоны, что у вас получится. А потом скините мне результат. Да, Николай, так вот, я говорю, если есть какая-то цель, да, да, пожалуйста, давайте что-нибудь, попробуй сформулировать, хорошо. Конечно, да, да. И я вам подскажу, есть ли нейросеть под какую-то цель. Спасибо. Так, еще какой-нибудь вопрос? Ладно, если вопросов нет, то будем с вами, ой, мы с вами опять задержались, но ладно, ничего страшного. По крайней мере, все посмотрели, все пощупали, да, спасибо вам, спасибо вам, что со мной, в общем-то, остаетесь, что задаете вопросы, что в общем-то, предлагаете что-то, время занятия, мне крайне приятно с вами работать. Очень познавательно, спасибо. Я рад, Николай, я рад. Все, тогда всего доброго. Всего доброго, спасибо. До понедельника. До свидания всем. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok